Пару слов о взрывателе МВЧ Рассмотрим вот на таком вот примере Сверху у него установлена ЧК для перевода его в боевое положение Данная ЧК сжимается здесь усики, поднимается, выдергивается данная ЧК и всё И нам необходимо прожать Прожимаем и запускается часовой механизм Сейчас для наглядности я вам её открою Нижняя, но она съёмная Вот можно использовать Конечно её тяжело снимать, потому что пластик по пластику идёт очень плохо Вот можно взять, используя рычаг С помощью рычага, но мы её уже открывали, поэтому она идёт более-менее у нас Открывается она И получаем, видим такую картину Вот здесь находится промежуточный заряд Ну, в принципе, по аналогии мины ПМН-2, которые у неё используются Ну, он только тут побольшими размерами идёт Вот тут накольник с капсулем Видите, сейчас в каком он положении зафиксирован Ну, и этот взрыватель уже учебный, по сути То есть тут ничего нет, всё обезопасено После прожатия данной кнопки Это всё, что нужно сделать, как бы, бойцу, чтобы перевести её в боевое положение И начинает работу механизм дальнего взведения Часового типа действия Вот, если вы обратите внимание Вот этот механизм начал проворачиваться И ударник сам ещё находится в этом положении Пока вот эта прорезь не дойдёт до него И вот этой частью он окажется вот здесь То есть сначала он не шевелится, не шевелится какое-то время Потом сейчас постепенно подходит Да, сопровождается вот таким вот тиканьем Жужжанием и прочим И вот Сейчас Вот он начинает уже подниматься Подниматься И сейчас он быстро начнёт подниматься Вот он встал В такое положение Всё Этот механизм дальше сейчас закончит работу И он его зафиксирует за вон ту прорезь И он упрётся в неё Всё Теперь взрыватель встал на боевой взвод Если мы посмотрим сюда Увидим там ударник Ударник И вот здесь пустое место Вот тут капсуль Получается При наезде техники Идёт проламывание данного корпуса Накалывается Точнее, нажепрожимается Вот данный ударник Он накалывает капсуль Капсуль инициирует промежуточный детонатор Взрывчатые вещества повышенной мощности Он в своё время инициирует уже в самой мине Промежуточный детонатор Распрессованного тротила Который инициирует основной заряд Из литого тротила Вот Как бы так Это всё работает В боевом положении Он стоит вот таким вот образом И сейчас Я крайне Ну, не рекомендую В данных ситуациях Производить Разминирование По штатному образу Особенно мин установленных противником Ну, для того, чтобы перевести её Там в безопасное положение Необходимо удалить Вот эту вот Резиновую заглушку И получаем доступ К механизму Вставляем специализированный ключ Который, ну, это самодельный И прокручиваем Против Часовой стрелки Сейчас Подождите И прокручиваем его С небольшим усилием Сейчас Вот, видите У нас он начинает Вставать И крутим до упора До упора Пока он не встанет на место Вот То есть вот По направлению Часовой стрелки Вот сюда Вот сюда Мы применяли Всё И теперь возвращаем его обратно Против часовой стрелки Видите У нас Сейчас будет заново Механизм Всё, вот он встал Всё, взрыватель переведён В положение Вот он Из такого положения Перешёл В такое положение И вот Данный Механизм Перевода В безопасное положение Может быть Установлен На неизвлечении К сожалению Особенно Очумелыми Ручками И поэтому Даже при нахождении Мин с этим взрывателем Крайне не рекомендую Выкручивать взрыватели Из мин Переводить в мину В безопасное положение Сдёргивать Убирать мины Только с помощью Кошки И взрыватели Оставляем Внутри Либо их снимаем С помощью Специализированных Съёмников Вот Переводим В безопасное положение Только мины Установленные Ну Своими же Подразделениями Потом Вставим чеку Если как бы Нету Её Это не беда Ставится она Ну и всё Теперь уже Всё Механизм Заблокирован Честно говоря Переводить Вообще Эти мины В безопасное Положение Ну Считаю Излишним Ибо Ну В зависимости От того Какие у нас Задачи стоят Потому что Взрыватель Ну Он Нечувствительный То есть Усилие его срабатывания Достаточно высокое То есть Это более сотни килограмм То есть Это 150 плюс Точного значения По килограммам Сказать До килограмма Сказать сложно Потому что Влияет Это Качество Ну Состояние Корпуса Насколько он может быть Немного подржавелый Да Он может быть Уже с какими-то Вмятинами Как здесь Вот Ну В общем На человека Она не срабатывает Вот Ну если на ней не прыгать Вот Поэтому Переносить ее Даже в снаряженном состоянии Минус данным взрывателем Достаточно Безопасно Вот И данный взрыватель МВЧ С минами ТМ-62М Это Одни из Распространенных Мин На Как бы В Современных Конфликтах Так сказать В странах СНГ Поэтому С этими взрывателями Придется работать Очень много Хоть они Очень простые Но все равно Есть Кое-какие Нюансы Которые могут Стоить жизни Поэтому Мы Для предостраховки Подстраховки Себя Работаем По таким Сложным Алгоритмам Поэтому У нас Нет права На ошибку И Берегите себя Да Продолжение следует...